Здравствуйте, официанты! Фиша грядущих выходных подготовила на множество спортивных мероприятий. Впрочем, как и всегда, с 5 по 8 декабря в областном центре проходит первенство города по волейболу. Играют мужские команды. Площадки предоставили вузы города Иваново. Схватки проходят на их территории. Кроме того, 8 числа в 11.00 стартует первенство под Зюдо. Будут интересные бои. Также 8 числа в 10.00 в тире спортивного комплекса на улице Некрасова будут проходить соревнования лучников. Приедут спортсмены не только из Иваново, но и из соседних регионов. Еще одни зрелищные соревнования запланированы также на субботу. В полдень стартуют схватки в рамках первенства по тайскому боксу. Будет очень интересно. Организаторы приглашают всех желающих. Но об остальной афише расскажем поподробнее. Не скучный квиз-проект G-Point приглашает людей, уставших от рутины будней, прекрасно провести время с пользой для ума. И что немаловажно, в компании друзей-единомышленников. Сложные и не очень вопросы, азарт командной игры, всплеск адреналина при правильном ответе. Все это здесь, в играх G-Point. Я побывал на многих квизах в городе Иваново, ну в похожих играх. И мне на данный момент очень симпатично и очень нравится играть в игре G-Point. Главная причина в том, что здесь командное обсуждение, вопрос составлен таким образом, что вы можете, не зная изначально правильный ответ, прийти к нему в течение определенного времени. И вот эта вот командная работа, она наставляет самый большой кайф, адреналин, когда в итоге вы все вместе что-то придумываете. Придя сюда однажды, команды больше не хотят искать новых ощущений и пробовать другие квизы. Вопросы никогда не повторяются, в каждом есть секрет или закавыка. И вообще игра полна сюрпризов и фишек. Именно в нашей игре есть капитанский конкурс. Это единственный такой уникальный конкурс, где из каждой команды капитаны уходят в отдельную комнату и отвечают на вопросы. Команда тоже отвечает на эти вопросы, но они имеют право поставить только две подсказки, и они должны сами понять, какие подсказки нужны им, этим капитанам. Это тоже очень сильно объединяет команды. Они думают, что именно для их капитана лучше, и потом с аплодисментами команда встречает своих победителей. Вопросы на знания и сообразительность, ребусы, загадки. Придется пошевелить мозгами. Но это-то и здорово. Думать вот, что сейчас модно. Наша школа, школа Олимпийского резерва номер 3, готовится к замечательному событию. Это юбилей школы. Нам исполняется 60 лет. И в этот день мы, конечно, будем очень рады видеть всех наших воспитанников, выпускников школ, тренеров, которые когда-то работали в нашей школе, ну и просто благодарных родителей. Вы знаете, наша школа гордится своими чемпионами. У нас три олимпийских чемпиона. И есть такая интрига небольшая, что к нам приедут титулованные гости. Поэтому мы рады видеть всех на нашем мероприятии, которое состоится 8 декабря в Центре культуры и отдыха в 12 часов. Гимназия 32 в этом году празднует свое столетие. 8 декабря в 11.00 на сцене Ивановского музыкального театра состоится встреча выпускников, учителей, ветеранов, учащихся их родителей, всех тех, кто любит нашу школу-птицу. Мы с нетерпением ждем этой встречи и будем рады видеть всех желающих. Пока в Иванове официально открыт только один каток в парке Степаново. И тот работает только по выходным. Режим работы с 11 утра до 21 часа. Организаторы отвечают за качество льда. И уверяют, что катку не страшны даже оттепели, потому что под поверхностью льда не проходит никаких подземных коммуникаций. Также в парке Степаново можно взять в прокат лыжи, коньки и сноутюбы. Цены не кусаются. Впереди выходные, а значит парк Степаново ждет в гости. 8 декабря на аэродроме Исюниха состоятся традиционные региональные соревнования по пейнтболу с участием юноармейских отрядов и военно-патриотических клубов. На данный момент зарегистрировалось 16 участников. Начало соревнований в 9 часов, торжественное открытие в 9.45. Приходите, будет интересно. Декабрь – лучшее время для того, чтобы насладиться атмосферой новогодних праздников и почувствовать настоящее волшебство. Сделать это можно уже на этой неделе. В музее камня открылась выставка, посвященная елочным игрушкам и украшениям. Большинство экспонатов датированы началом и серединой 20 века. Посмотреть на елочные игрушки, украшения и мишуру будет интересно не только детям, но и взрослым. Любители экстрима приглашают на ралли-рейды, которые будут проходить в Ивановской области. В течение двух дней приедут участники со всего СФО. Протяженность трассы больше 100 километров. Ну а тем, кто любит проводить время с пользой, советуем прийти на правовой диктант, проверить свои знания в юриспруденции, осведомленность о правах и обязанностях. Участие добровольно и будет интересно, и довольно сложно. Удачных выходных. Это все, о чем успели вам рассказать. До свидания.